Анжелина Грачева сейчас в безопасности, под присмотром врачей. Вместе с мамой находится в детской больнице. Доставленная бригадой скорой медицинской помощи найдена в лесу. Доставлена она в состояние при поступлении рассеина как в средней степени тяжести. Самочувствие относительно удовлетворительное. На теле ребенка следы ссадин, укус насекомых, царапины. В данный момент девочка находится в отделении с матерью. Предстоит полное обследование в условиях стационара. Угроз жизни и состояния здоровья ребенка на данный момент нет. Трехлетняя девочка, кроме ссадин и ушибов, получила серьезный стресс. С сегодняшнего дня с ней начал работу детский психиатр. Можки кусались, да? Сильно кусались. В лесу холодно было? Холодно. А собачки какие-нибудь в лесу были? Собачки, кошечки в лесу были, лаяли. По словам матери, девочка пропала в воскресенье вечером. Двор открытый, поэтому препятствий для маленькой путешественницы нет. Мама утверждает, что раньше такого никогда не было. Как будто, вы знаете, за руку кто-то взял и поехал. Вообще, в шоке было. Я зашла в дом, она была во дворе, рядом с нами. Муж пошел управляться. А когда вы сообщили, что ребенок пропал? Ой, сообщили мы утром. Утром. Мы сами искали свои... Ну, как думали, и хозяин приехал, я, сожитель мой, еще женщина с нами там работает. Мы вот вчетвером искали ее. До утра? Ну, в час ночи мы вернулись, потому что с фонариками там... К счастью, со психическим здоровьем ребенка, на мой взгляд, сегодня все обстоит относительно нормально. То есть я не нахожу ни каких-то грубых психических отклонений, нарушений. Не нахожу постстрессовых каких-то психических отклонений, не нахожу состояние какой-то растерянности или шока. Вот девочка общается, реагирует, эмоции у нее достаточно сохранные. Напомним, поисками Анжелины занимались порядка 700 человек. Сотрудники полиции, кинологи, спасатели, представители казачества, студенты и жители села Варваровка. Дополнительно были присланы военнослужащие ВДВ и курсанты Института береговой охраны ФСБ России, которые и обнаружили напуганного ребенка в лесу в нескольких километрах от дома. Глава курорта Сергей Сергеев выражает благодарность начальнику Института контр-адмиралу Владимиру Белкову и нашедшим Анжелину Грачеву, курсантам второго курса Равилю Азизову и бумбояру Хоамей Леру. Специалисты напоминают, при пропаже ребенка первое, что должны сделать родители, сообщить в полицию и МЧС, а уже потом организовывать самостоятельные поиски.